То есть в этом контексте, да, то есть вот по поводу дозировок, да, то есть многие говорят, вот уходит такая, не знаю, миф или не миф, да, что многие профессионалы, которые 100 килограмм весит и выше, они, в принципе, некоторые употребляют гормон роста 20-25 единиц. Хотя вот, допустим, западные источники некоторые показывают, что больше 12 как бы обычно как бы никто и не ставит. Где здесь, в общем-то, проходит граница права? И вообще каковы вот реально вот дозировки? Иван говорил, что вот у него было 20 единиц. Вот он пробовал, но он говорит, что как бы для него это было достаточно тяжело, как бы и такое серьезное испытание. Вот где миф, где правда? Сколько достаточно гормонов для того, чтобы нормально прогрессировать? Я тоже пробовал 20, и кроме там гиперподнятия сахара, вот по результатам, по форме ничего не ощутил. То есть мне не было тяжело, но я мерил сахар, сахар поднимался дико. И как бы впоследствии, даже после того, как я прекратил уже прием гормона, сахар еще удержался достаточно долго, поэтому это уже экстремально. Я никому не советую, но многие наши атлеты... Тут, понимаешь, как получается, почему я пришел к 20-ке? Это очень просто. Когда тебя спонсируют и дают гормон роста, у тебя получается вот эта халява. У тебя этого гормона роста до хера. Почему бы не поставить 20-ке и не попробовать? Когда я его покупал, вот это была другая тема, я экономил. А когда тебе его дают, вот это ловушка такая халявная. То есть она реально бьет по здоровью. Так что даже и не думайте тратить на это деньги. И если даже вам его дают в халяву, все-таки подумайте, меряйте сахар в крови. А что касается, знаешь, гормон чуть-чуть как бы... Или бы я тебе сейчас объясню, сам пока причину эту не понимаю. Когда я начинал первое свое соревнование, использовал гормон роста, у меня четырех единиц ансамона, именно прям такого родного китайского, я его сам чуть ли не из Китая привез. Просто мы хотели наладить поставку в Китай. Я думаю, китайцы у меня и знакомые. Мы притащили этот гормон, и я его ставил. Он был по две единички в коробочке, такой есть ансамон был, такая фасовка. Она существует, просто она здесь на рынке невыгодна. А нам, когда получилось, со скидкой мы его там купили. Я стоял четыре единицы. Я ночами спать вообще не мог. У меня руки просто ломило так, что я по 10 раз в ночь вставал. Он выжигал, сушил так. Но вполне возможно, что это просто мой был первый прием гормон роста. И такая моя реакция была хорошая. Я был очень сухой. Но я ждал, когда день, когда закончу его принимать. Потому что он мне мешал в жизни ужасно вообще. То есть буквально поесть не можешь нормально. Как-то там 2-3 ложки, а у тебя рука уже отваливается. Потом дозировки увеличились в каждом году. Но я думал, как бы я останусь больше и больше дозировки. Потом перешел на десятки. А также десятки уже ансамон. Я уже сам не притаскивал, но он был тоже из хороших источников. Примерно такая же ерунда была. Потом ансамонов обосрались. Куча какого-то говна появилась там. Начали другие гормоны. Честно сказать, вот того эффекта, как у меня... Такой побочки, как у меня было от первого раза, когда у меня больше ни одного гормона не было. Но и такого эффекта не было. Вполне возможно, что большие...